Друзья мои, всем привет! Сегодня видео будет про дверные проемы, а именно дверные проемы, которые у нас бывают в туалете. Зачастую мастера, которые делают ремонты под ключ, не всегда заботятся о том, чтобы оформить как-то дверной проем. То есть подогнать его под тот размер, который нужен для того, чтобы впоследствии дверник или мастер по дверным работам установил дверь так, как нужно, и ему не пришлось запиливать наличники по всей длине, то есть не пришлось портить внешний вид двери изнутри. Ну, у нас, как обычно, мастера делают так, как им удобно, то есть они не заморачиваются вообще о том, что будет дальше, им нужно сделать свою работу и просто собрать деньги и уйти. Поэтому я всем рекомендую, всем заказчикам, которые нанимают мастеров, и также мастерам, которые делают ремонты ванных комнат под ключ, да и не только ванных комнат, вообще по всей квартире. Обязательно всегда учитывайте то, что когда после у вас приходит мастер по дверям, устанавливает двери, чтобы ваша работа не казалась такой, ну, не очень аккуратной, не очень красивой, после установки дверей, чтобы не было вот этого испорченного, запиленного наличника, всегда делайте так, как сейчас я вам покажу в этом видео. Так что смотрите, поехали! Так, обратите внимание, здесь вот у меня находится брусок, в общем, здесь такой доштукатуренный проемчик, здесь также у меня брусок, и эти два бруска, они оба одинаковые по 5 сантиметров, ну, то есть для того, чтобы здесь в будущем, когда будет устанавливаться дверь, наличный мог спокойно лечь на эти вот выступы, а не подходить вплотную к стене, или запиливаться там каким-нибудь другим образом, просто вот для этого специально я сделал вот эти вот два выступа на двери, потому что здесь, в общем, в комнате, вот в этой дверной проем был примерно где-то 80 сантиметров был вот этот вот проем. Можно было, конечно, сделать просто плитку до угла, с этой, с этой стороны, ну, а там уже сказать, что дверник сам доделает все как надо, то есть делает все красиво, но я уверен, что дверник тоже бы с этим заморачиваться не стал, а поставил дверь как ему удобно. Поэтому я всем мастерам рекомендую, не поленитесь, установите вот такие вот два бруска, ну, либо там сделайте из профиля гипсокартона два таких вот выступа, выступа, сделайте вот такой вот небольшой выход, обложите этот выход плиткой, а плитку я пока не укладывал, так что чуть попозже это будет сделано мной, но сейчас я, в общем, рассказываю вам то, что нужно сделать. Вот такие два выхода, чтобы потом, в будущем, дверник пришел и установил на вот эти вот места, двери и наличником вот так вот красиво все закрыл. Если этого сделано-то не будет, то, естественно, понятное дело, с этой стороны, либо с этой стороны будет подрезанный наличник. Это, конечно, в будущем испортит внешний вид вашего санузла, вашей работы, но и заказчику придется вот каждый раз сидя в туалете, вот смотреть вот на этот запиленный наличник. Естественно, это будет некрасиво, естественно, это будет неприятно, и это испортит просто внешний вид вашей работы, поэтому не леним, не ленимся, а делаем вот такие вот проемы. Проемы сразу изготавливаем под размер будущей двери, то есть здесь у меня вот идет 70 сантиметров приблизительный размер, для того, чтобы в туалете был установлен дверная коробка с дверью, полотном 60 сантиметров. После монтажа все уже будет здесь выглядеть красиво, после плитки, в общем, аккуратненько закроется, вот этот резанный край аккуратненько закроется наличником, ну и, соответственно, все уже будет выглядеть приятно, и дверь будет стоять симметрично относительно стен, то есть будет аккуратно находиться на своем месте. Так, ну, естественно, конечно, если мастер не поленится сделать это все симметрично, ну, надеюсь, мастер здесь попадет за хороший и сделает все как надо. Ну, в общем, вот такой вот небольшой совет, лайфхак для тех, кто делает ремонт в ванной комнате и туалете. Так, ну что ж, вроде убедительно объяснил, почему это нужно сделать, почему нужно делать именно так, как я вам сейчас рассказал, и какие проблемы могут быть у вас в будущем, если вы так вот не сделаете. Я думаю, все понятно, объяснять больше не нужно, но если у вас, естественно, остаются какие-нибудь вопросы, пожелания, либо комментарии, пишите это все внизу под этим видео. Ну и, как обычно, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, не забывайте включить колокольчик, чтобы смотреть другие видео на моем канале. Перестройка 116, меня зовут, как всегда, Ленард. Ну, я думаю, уже кто-то об этом еще вдруг не знает, ну, бывает всякое в жизни, поэтому, может, кто-то пришел первый раз на мой канал, поэтому смотрим все видео, лайкнем, комментируем, и до новых встреч на новых видео Перестройка 116. Пока!